А сегодня я получил посылочку. Посылочку с семенами. Ох, мне жутко интересно, что там. Я вообще часто получаю такие посылочки от разных семенных компаний. Причем, я надеюсь, хороших семенных компаний. Плохим семенным компаниям не надо присылать мне семена, потому что, ну зачем привлекать к себе внимание? Я же про это расскажу. Ну, кстати, и хорошие компании, в общем-то, мне стараются присылать хорошие семена. Это фирма Агрос. Это Новосибирск. В принципе, фирма очень неплохая. Я ее давно знаю. Это не просто какие-то перекупщики. У них своя научная база, у них есть свои поля, где они выращивают, ну и своя фасовка. Так что, серьезные ребята. Почему я решил процесс распаковки вам показать? Вот представьте, фирма Агрос, мои хорошие, в принципе, друзья. Но они прекрасно знают, прекрасно знают мой характер. Что если они мне пришлют что-то плохое, и это мне не понравится, я обязательно про это расскажу, несмотря на добрые отношения. Поэтому хорошая, серьезная фирма должна прислать и выбрать самое-самое хорошее, что у них есть, тем, чтобы можно было похвастаться. Да, и потом я про это, может быть, рассказал. Понимаете, это не реклама. Открываем, смотрим. Так, осторожненько. Да, я сам не знаю, что там. Мне самому жутко-жутко интересно. Так. У-у-у. Хорошая пачечка. Пробежимся быстро, не вдаваясь в подробности. Так, это у нас тыква-мускатная сибирская малышка. Угу. Сибирская малышка маленькая, значит, люблю маленькие тыковки. Огурец для открытого грунта новосибирский. Новосибирский. Так, высокопродуктивный сорт, среднеспелый. Огурец для открытого грунта сибирский корнишон. Я думаю, и в Московской области будет расти сибирский корнишон. О, томат. Томат, янтарный король. У меня почему-то очень хорошо растут именно вот такие вот желтые томаты, хотя я люблю больше розовые. Томат Труфельдину оранжевый. Ну, какой-то, наверное, любитель оперы называл Труфельдина. Раннеспелый сорт. Так, индотерминатная. А, Труфельдина здесь оранжевая, а это Труфельдина красный. О, тоже раннеспелый сорт и тоже индотерминатный. Томат Томмини. Томмини у меня уже был. Сорт интересный, ведь он такой вот некрупный и много их. И очень вкусный. Томат Том Красный. Томмини был, а это Том Красный. То есть, видите, тут такие серии. Это детерминатный сорт, то есть низкорослый и раннеспелый. Том желтый. Видите, сколько томов. Тоже раннеспелый детерминатный. Томат Сибирский розово-плодный. О, как раз то, что мне больше всего по вкусу. Розово-плодный. Томат Сибирские огни. Так, это тоже у меня уже было. Я пробовал томат Сибирские огни. Среднеспелый, урожайный, вкусный. Он у меня на балконе рос. Томат Перцевидный оранжевый. О, Перцевидный. Надо попробовать, потому что Перцевидный я несколько раз сажал. Они как-то меня не вдохновили по вкусу. Томат Каскад средний, ранний, индетерминатный. Томат Каспер. Так, тоже ранний, детерминатный. Томат для открытого грунта Настя Сибирячка. Урожайный, устойчивый. Ну, тоже ранний. Ну, конечно, Новосибирск, все, раннее. Томат Ниагара. Ой, очень красивый, да. Индетерминатный, средне-ранний. Томат Новосибирский красный, сорт ранний и детерминатный. Томат Канары. Очень урожайный, среднеспелый сорт. Томат Искра Сибири, раннеспелый. Очень интересно, я пробовал. Так, томат Новосибирский розовый. Вот эти опять розовые, раннего срока созревания, детерминатный. Томат Инской. Инской, раннеспелый, компактный. Для балкона пойдет. Томат Крупноплодный, золотой король. До килограмма. От 400 граммов до килограмма. Ого-го, какой король. Томат Жемчужина Сибири. Видите, Сибирь, Сибирь. Средне-ранний, детерминатный. Ну, раз Сибирь растет, я думаю, в Московской области будет нормально расти. Перец Сладкий Аристократ. Вот перец уже пошел. Так, отличный перчик красный. Перец Острый, кустарниковый. Фейерверк. Отлично. Перец Громада. Ага, раннеспелый сорт. Так, перец Сладкий. Золото Сибири. Золотишко. Перец Медведь. Так, Медведь я пробовал. Очень интересный сорт Средне-ранний. Перец Оранжевый Принц. Сладкий Оранжевый. Перец Радуга. Радуга. Почему Радуга? Очень раннего срока созревания. Компактное растение. Так, а вот Розовый. Сибирская Лиса. Так, Розовый. Вернее, не Розовый, а Лисий такой цвет. Так, и дальше томатики. Опять у меня Андреевский сюрприз. Для закрытого грунта. Средне-поздний сорт для закрытого грунта. Так, Буян. Желтый. Грушевка розовая. Средне-спелый сорт. Высокоурожайный. Томат желтоплодный. Не знаю, конечно, все это я не смогу попробовать. Потому что у меня есть какие-то свои любимые сорта. Есть другие фирмы со своими сортами очень хорошими. Ну, что-то я обязательно отсюда попробую. Что-то раздам своим друзьям, которые тоже любят заниматься сортоиспытанием. Вот, собственно, представили фирму Агрос. Поверьте, наверное, это все-таки самые хорошие их сорта. Потому что они меня хорошо знают. И плохого не пришлют. Так что это просто вам для сведения.